Это программа «День с толком» в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Больше не нужно ходить за 13 километров. Как жихтели Шипуновского района смогли открыть школу для своих детей? В Барнауле будут усиливать охрану торговых центров. С чем это связано? Тренировка вместе с кумирами спорта. Кто готовит алтайских дзюдоистов к большим победам? Но вначале количество барнаульцев, пострадавших от гололеда, за неделю выросло в 4,5 раза. Например, в Краевую клиническую больницу у скорой медицинской помощи 1 ноября обратились 10 человек, а накануне уже было 45. В основном это пациенты среднего возраста, пожилых людей меньше. Однако и падения для них более опасны из-за хрупкости костей, говорят в больнице. Среди самых распространенных травм – переломы, ушибы, растяжения лодыжек и лучевых костей. Чтобы избежать таких последствий, врачи рекомендуют группироваться во время падения. По словам синоптиков, гололед будет держаться до середины ноября, пока не ударят стабильные морозы. А пока у дорожников много работы. Во время праздничных дней в Барнауле использовали рекордное количество противогололедных смесей в этом сезоне. Причина тому – перепады температуры, превратившие мокрый снег в лед. Чему работники уделяли особенное внимание во время расчистки? Смотрите далее. Снежные выходные для работников «Автодорстрой» прошли продуктивно. Ежедневно на улицы выходило свыше 100 дорожников и единиц техники. Из-за мокрых осадков основной упор был сделан на тротуары. Их обрабатывали противогололедными средствами. Первоочередное внимание уделялось дорожкам вблизи социально значимых объектов. По тротуарам работало до 40 единиц техники. Это делалось для того, чтобы вовремя распределить реагент на тротуарах. Сегодня у нас работы более 20 единиц техники. Но вид работы уже другой. Мы устраняем последствия этого перепада температур. Поэтому идет и механизированная уборка, и ручная доработка этих тротуаров. С начала сезона на тротуары было высыпано примерно 500 тонн песка. 300 из них попали на улицы лишь в праздники. Подобная ситуация и с проезжими частями. На выходных дорожники применили более 2000 тонн противогололедных средств. Это почти половина от общей массы использованных реагентов. Данил Кузнецов. День с толком. Что мешает застройщикам сдать дом долгострой и чего ждать дольщикам? Этот вопрос обсудили в мэрии города. На особом контроле сейчас находится несколько домов. Например, многоэтажка на Партизанской 76. Сейчас большой объем работ на объекте связан с подземным паркингом. На что требуется около 8 миллионов рублей. Также на территории продолжается формирование котлована. Параллельно ведется монтаж свай и монолитные работы по устройству парковки. На внутренние работы в доме необходимо еще порядка 17 миллионов. Застройщик рассчитывает, что сможет приступить к концу ноября. Напомним, дом должны были сдать почти 5 лет назад. Также власти города обсудили, как сейчас идут работы в другом доме на Папанинцев 143. Это здание планировалось ввести в эксплуатацию в октябре 2021 года. Сейчас на объекте подвозят грунт для благоустройства, закупленные недостающие двери. На подземной парковке необходимо установить вентиляцию и противопожарную систему. По словам застройщика, для завершения строительства требуется 15 миллионов рублей. Если все пойдет по плану, в первом квартале следующего года собственники получат свои квартиры. Еще один долгострой, который доводят до ума, находится на Петросухово-34. Как признается сам застройщик, работы на объекте ведутся, но не так, как хотелось бы. Застройщику порекомендовали организовать работы на объекте в две смены, чтобы ускорить окончание строительства. В ответ он сослался на трудности, связанные с арестом счетов, внесением изменений в проектную документацию и не только. Следующее заседание рабочей группы, которая занимается долгостроями, планируется провести уже с выездом на Петросухово-34. К другой теме наш телеканал помог жителям села в Шипуновском районе добиться открытия школы в здании, которое люди обустроили сами. И теперь детям не нужно ездить на учебу за 13 километров от дома. Передаю слово Елене Макаренко. Помогите нам! Вот так, почти умоляя, жители села Быково пытались обратить внимание на свою проблему. После закрытия основной школы, в марте этого года там обрушился потолок, люди шесть месяцев добивались открытия школы в здании, которое обустроили сами. Провели там интернет, подготовили спортзал и кабинет технологии. Но местные власти, ссылаясь на несоблюдение разных норм Санпина, вести учебный процесс в обустроенном здании не разрешали. Родителям предлагали возить детей на учебу в райцентр Шипунова, но до него 13 километров. Мы предлагаем и считаем необходимым обратить внимание на качество работы Комитета по образованию Шипуновского района. После выхода сюжета об этой проблеме в эфире нашей программы, к освещению темы подключились и другие СМИ. В итоге ситуацию под контроль взял Народный фронт. А 3 ноября комиссия позволила так и детям обучаться в родном селе. Пришло очень много людей, и бабушки, и дедушки, и жители просто на эту приемку, родители, естественно, и учителя. И при всех комиссия сказала, что все, вы заходите, вы учите. Там были аплодисменты, слезы, сопли. Со вторника? И вот они с каникул, да, со вторника вышли, уже сюда учились. Хочу выразить огромную благодарность. Единственные, кто первоначально на нас обратил внимание. Теперь нам комфортно, спокойно, дети довольны. Все учатся, всем хорошо и все счастливы. Спасибо большое. 46 детей теперь под присмотром. Есть время на занятия в кружках и секциях, радуются родители. И добавляют, осталось дождаться ремонта в основной сельской школе. Напомним, правительство региона подало заявку на включение здания в федеральную программу. Результат по ней должны сообщить до конца года. Мы продолжим следить за ситуацией в Быково. Елена Макаренко, День с толком. Жители Алтайского села наконец получили качественную воду. В селе Пещерка Залесовского муниципального округа полностью модернизировали систему водоснабжения. В конце прошлого года на прямой линии губернатора люди пожаловались, что уже 10 лет вынуждены пользоваться водой, непригодной для питья и приготовления пищи. Сегодня ситуация в корне изменилась. Как меньше, чем за год удалось решить острую проблему, узнавала Валентина Аскерова. Оставили, а как же говорим, чтобы память была. Посмотрите, вот такая была страшная вода. Вместо желтой непонятной жижи вода кристальной чистоты. Жители села Пещерка, в частности Любовь Фомина, 10 лет добивались качественной питьевой воды. Безуспешно. Лишь после коллективного обращения на прямую линию губернатора дело сдвинулось с мертвой точки. Виктор Томенко поручил модернизировать систему водоснабжения в селе. Меньше чем за год люди получили новые сети, скважину, водонапорную башню. И теперь смело пьют из-под крана воду, которую ранее лишь номинально называли питьевой. Такая вода у нас, конечно, хорошая. Работы по модернизации велись в течение всего весенне-летнего периода. И уже осенью люди, а их пещерки без малого тысячи человек, получили воду высокого качества. Мы не просто в пещерке приложили новый водопровод, но еще пробурили скважину и установили новую 160-кубовую башню. Все работы начали с февраля месяца. Подготовили проектную смертную документацию еще в 2022 году. Прошли необходимые проверки достоверности стоимости, прошли госэкспертизу, получили положительное заключение. И после этого подали заявку в фонд. Нам ее одобрили и провели конкурсные процедуры. Больше 45 миллионов рублей ушло на реконструкцию системы водоснабжения в пещерке. Региональные власти, к слову, в этом году привлекли дополнительные средства на строительство скважин и водонапорных башен в алтайских городах и селах. Для решения вопросов, связанных вообще с водоснабжением на территории края, мы в этом году дополнительно привлекли средства из резервного фонда Российской Федерации. Порядка 200 миллионов для реализации аналогичных объектов. Это устройство дополнительных скважин, башен. Общий объем ожидаемого финансирования из бюджетов разного уровня достигнет 400 миллионов рублей. Сумма позволит перевыполнить изначальный план и построить больше объектов коммунальной инфраструктуры. 74 скважин и 19 водонапорных башен. Валентина Аскерова, День с толком. В Барнауле планируют усилить охрану торговых центров. Сегодня в правительстве края на заседании антитеррористической комиссии обсуждали безопасность торговых объектов. На сегодняшний день в регионе расположено 350 торговых площадей. Все они нуждаются в антитеррористической защите. Однако сотрудники Росгвардии охраняют лишь 30% из них. Силовые структуры на заседании комиссии предложили усилить защищенность торговых объектов. В итоге глава региона Виктор Томенко поручил профильным службам до конца текущего года завершить работу по систематизации торговых объектов. Обезвредить бандита с пистолетом, разобрать автоматы и снять отпечатки пальцев. Все это делали школьники Барнаула, которые попробовали себя в роли полицейских. Как им это удалось, расскажет Дмитрий Дроздов. Каждый из нас рано или поздно сталкивался с вопросом, о кем я хочу стать в будущее. Сегодня школьникам ответить на этот вопрос легко. Ведь у них есть хорошая возможность увидеть разные профессии изнутри. А если еще точнее, попробовать все своими руками. В крае реализуется всероссийский проект «Билет в будущее». Так, школьников знакомят с популярными профессиями. Пробы у нас проходят по пяти средам. Это безопасная среда, информационная среда. Что касается информационных технологий, это такие направления, как веб-дизайн, специалист информационной безопасности, фронтенд-разработчик, программист. Что касается правоохранительной деятельности, безопасная среда, это криминалист, следователь, адвокат, юрист. Есть у нас еще такие пробы, как банковское дело, товаровед и предприниматель малого бизнеса. На этот раз школьникам в 80-й гимназии показывают все прелести работы правоохранительных органов. Например, как обезвредить бандита с пистолетом. Также школьникам показали, как вести себя, если на вас напал человек с ножом. Как проходит захват правонарушителя и досмотр бандита. Я считаю, что для каждого ребенка в нашем возрасте это тяжело выбрать, куда мы хотим, что мы хотим. И чаще всего сейчас ходят после девятого, потом ошибаются. И когда вот школа предоставляет такую возможность, что мы можем ездить на такие мероприятия, то это более расширяет кругозор, и мы делаем свои выводы для себя. Ты куда планируешься? Правоохранительная деятельность. Почему именно эта сфера? Тебе интересно? Ну, у меня с детства, у меня папа в органах работает, я как-то приучена к этому. В таких пробах профессии принимает участие более трех тысяч человек из 55 районов и 9 городов региона. Исходя из этого, хочется верить, что число школьников, которые не ошибутся со своим выбором профессии, будет расти. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. В предстоящее воскресенье один из крупнейших банков страны Сбербанк отпразднует 182 года с момента основания. К своему дню рождения компания подготовила целый пул подарков для клиентов в рамках акции «Зеленый день». Скидки и бонусы на товары и услуги и выгодные предложения по банковским продуктам. В этом году акция продлится четыре дня с 9 по 12 ноября. Эти банкоматы позволяют обслуживаться без банковской карты с помощью смартфона. Они сами выглядят как смартфон, удобный интерфейс. Банкоматы с биометрией, аптекой – масса различных девайсов, упрощающих жизнь. Основанные еще в Российской империи, Сбербанк постоянно развивается для удобства клиентов. Оплата прошла успешно, деньги у меня специалисты привязаны к карте. То есть если у нас нет под рукой ни карты, нет мобильного телефона, мы всегда можем по биометрии рассчитаться. Во все времена, включая новейший этап цифровой экосистемы, Сибиряки банку доверяют. И сельчане, куда ездит вот такой мобильный офис, и горожане, которые все активнее пользуются, к примеру, сервисом доставки самокат. О нем, а также о целом пуле подарков, которые Сбир подготовил для клиентов к своему дню рождения, во время онлайн-пресс-конференции рассказал председатель Сибирского банка. Распродажи товаров, услуг и уникальные предложения по банковским продуктам в 2023 году будут действовать с 9 по 12 ноября. Для бизнеса акция продлится дольше, с 9 по 17 ноября. В зеленые дни есть уникальная возможность воспользоваться специальными предложениями Сбира и его партнеров. Для владельцев подписок Сбир Прайм и Сбир Прайм Плюс скидки и бонусы будут самыми большими. И к новостям спорта. Завтра в Барнауле начнется первенство России по дзюдо. Сильнейшие спортсмены страны уже прибыли в столицу Алтайского края. Почти тысячи человек. Кроме участников, в Барнаул приехали и почетные гости, чемпионы мира и призеры Олимпийских игр по дзюдо. Кумиры многих юных спортсменов, именно для них легенды дзюдо провели мастер-класс. Дмитрий Дроздов расскажет подробнее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И не хватало таких мастер-классов, когда к тебе на тренировку приходит именитый спортсмен. Честно, нет, не было такого. Не хватало этого? Да, это на самом деле федерация дзюдо делает большой вклад в развитие дзюдо. Ну и вот, когда мы начинали, ну, мы тоже в тяжелое время начинали, залов не хватало, как бы никто не занимался спортом. Часто намного лучше. Им важно подержаться, как-то взять частичку какого-то большого для себя. Ну, много положительных эмоций. Это самое главное. Кирилл вместе со своим коллегом Михаилом Пуляевым. Он в свое время выиграл командный чемпионат мира. Рассказали, как попали в дзюдо, через что им пришлось пройти, чтобы стать именитыми спортсменами. А также поделились своими коронными бросками. Когда я к нам приходил на тренировку, тоже был человек, который добился высоких результатов. Было очень, было как праздник. Посмотреть как его технику. Вот, и как бы очень важно передавать новому поколению свое знание, чтобы они учились. Не все станут чемпионами, но хорошими людьми быть обязаны. Для алтайских ребят предстоящее пенисово России – это отличный шанс показать себя и попасть в состав главной команды страны. Тренерский состав верит, что среди наших спортсменов зажжется новая звездочка в мире дзюдо. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. На сегодня это все. Очередной выпуск нашей программы смотрите завтра в это же время на телеканале Толк. Ну а я напомню, что для вас работает телефон редакции 205-545. Обязательно звоните. Далее о погоде. Спонсор прогноза – компания «Валар». До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова